Первое время тебе было достаточно сложно. Экология никакая. Я видел зеленую лужу. Покажи мне русского. Все здесь мафиози, все проститутки. Сколько вообще в среднем, ну так вот, обходится жена мужчине? 500-700 долларов. Ты обрусевший. Я умею самогон варить. Это проект «Мы и они», я его автор Мария Шахба. Работая в пиаре и журналистике, я часто слышу мнение о том, что жизнь где-то там за границей лучше. Но я считаю, что это не так. Это доказывают и мои гости. Иностранцы, которые родились и выросли в разных странах. Но выбрали жизнь здесь, в России. Рани Аль-Анати, 45 лет. Иорданец. Доктор-ароматерапевт и бизнесмен. Приехал в Москву, выучится на медика. И вот уже 20 лет живет в столице. Открыл студию массажа и бренд косметики. Считает, что здесь больше понимают силу ароматерапии, чем в Европе или Америке. Гордится русским паспортом и иногда пользуется им, чтобы завоевать уважение иорданцев. Рани, привет. Привет. Спасибо тебе большое, что приехал сегодня ко мне в студию. Спасибо, что пригласили. Спасибо. Я знаю, что ты переехал в Россию из Иордании. В 93-м году. Ты приехал сюда учиться, в медицинский университет. И тогда, конечно, Россия еще только восстанавливалась после развала Советского Союза. И я не понимаю, почему ты решил все-таки приехать учиться именно сюда. Но приехал, потому что, несмотря на то, что развал Советского Союза, но это все равно это Россия. Это Россия, это Советский Союз, это Ленин, Сталин, это Российская империя. То есть история, которая всегда была рядом. У нас рассказывают про Россию. Тем более, я из Иордании. И все время Иордания, Палестина, страны Ближнего Востока поддерживались Советским Союзом. И очень хотелось учиться в Советском Союзе, но не успел я в Советском Союзе учиться. И была Россия. И к тому же, это Россия. Чехов, Достоевский, Толстой. То есть это все я читал на арабском языке. Очень хотелось это на оригинале. Вот и приехал. А какие стереотипы ты в тот момент знал о России? Я знаю, что в Иордании есть такое выражение даже «покажи мне русского». Потому что считается, что в России живут одни мафиози, и когда выходят драться один на один, говорят «покажи мне русского». Это правда? Вообще, как бы стереотип про русскую мафию, он сложился позже. И не без помощи Голливуда, конечно. Тогда в новостях говорили, что смог везде, экология никакая, потому что заводы Советского Союза, которые никакой экологии нет. То есть я приехал. Я вам скажу так, первая весна, после дождей, я видел зеленую лужу. И думаю, вот они, кислотные дожди, которые рассказывали. А это просто березовое или сосновое пыльцо. Я сейчас понимаю, что это было пыльцо. И мне казалось, вот они бандиты даже на Красной площади. То есть когда я первый раз попал на Красную площадь, это было 17 сентября 93-го, мне казалось, что все здесь мафиози, все здесь бандиты, все проститутки, как писали в зарубежной прессе. Насколько я знаю, первое время тебе было достаточно сложно в России, потому что ты не знал русского языка и пытался разговаривать на английском. И здесь английский не знали. Это было нереально. Это очень сложно. Язык нелегкий. Как вообще у тебя все это? Как выстроилась коммуникация? Жестами, общениями. Было очень много интересных фактов с языком. Первый раз, когда я потерялся в метро. Казалось, что я думал, что одну линию метро. То есть ты вышел, если в метро ты заходишь, это все. Мы тогда учились и жили в общежитии на Кунцевской, в улице Мальдогвардейской. Поехали в центр на Красную площадь, до Александровского сада, погуляли, а потом обратно надо ехать. И мы увидели метро. Мы вошли. А это была станция площадь революции. Это не наша. И начали кататься в метро. Туда, сюда, туда, обратно. Я зато выучил это. Осторожно. Двери закрываются. И мы ходили с картой метро, спрашивали людей на английском. Пока не нашлась одна девушка, которая показала, как. Пойдем ты со мной. И показала, довела нас до этой станции. Потом ты закончил университет и принял для себя решение остаться в России. Да. Какие возможности ты здесь увидел? Вот я не могу сказать, что я прямо вот увидел здесь. Да, я знал, что я хочу здесь остаться. Вот. А почему? Мне здесь было хорошо. Мне здесь было просто. Мне было проще. Здесь простая жизнь. А в чем это выражается? Нету денег, но и пофиг. Ну, хочется праздник, ну и сделай себе праздник. То есть ты хочешь там с желтыми волосами ходить? Пожалуйста, ходи с желтыми волосами. Хочешь. И для меня было то же самое главное, что я захотел что-то делать, и я сделал. Мне не надо там думать, как папа скажет, что мама скажет, что старший брат скажет, что потом дядя скажет, дядя по маме не стороне что скажет, потом по папе не стороне что скажет, а потом троюродный и так далее. То есть пока ты думаешь, обдумываешь, что родственники будут говорить, пройдет сто лет. То есть и ты еще ничего не сделаешь. А здесь захотел и сделал. У меня просто так получилось, что когда я уже планировал уехать из страны, все, то есть я разместил, ждал отлет, то есть это все. Это был 2003 год. Не было же интернета, то есть были интернет-клубы, кафе. И я ходил, жили мы у тёщи в Зеленограде, ходил в библиотеку. Просто сидел, ты там заказываешь полчаса интернета, проверяешь почту, просто все. Я получил спам работа.ру. Разместить резюме? Разместил. Написано, сфера деятельности я написал. Я не знаю, я потом спрашивал работодателя, я говорю, там я работал, сейчас скажу, как вы взяли меня? То есть это резюме, вообще ни о чем. То есть сфера деятельности, любая, должность, любая, зарплата от 800 долларов опыт работы. Нет. Единственное, что подкупились, они на что? Знание языков. То есть написал арабский, английский. Они как раз искали человека для отдела внешних связей. Это селекционно-семеноводческая фирма Гавриш. Да. Я приехал на собеседование, говорю, арабский знаете? Я говорю, ну он мой родной язык. Он говорит, а вы и по-русски. Я говорю, мы с вами уже 10 минут общаемся, как вам мой русский. Говорит, ладно, давай испытательный срок. Это был конец сентября, до конца года испытательный срок, 700 долларов процент из продаж в уроке. И думал, подсоберу деньги. И уеду. И уеду. У него там два месяца 1400 долларов. Нет, это все. пять лет и проработал. Но я знаю, тем не менее, что ты все-таки возвращался домой. Да. Да. И что? Как это вообще произошло? То есть, насколько я понимаю, ты вернулся, прожил сколько? Месяц? Да. Я открыл бизнес. А что было не так? Почему ты приехал, а потом через месяц решил, что нет, в Россию? Вот этот момент, что мне надо было перед многими отчитываться. То есть, последняя капля для меня была, что мне было скучно. У меня была машина арендованная. Я взял машину и поехал в столицу. Поехал там в кафе, на тот момент курил. Курил кальян, поужинал, погулял в столице. Вернулся часа где-то в 2-3. Папа не спит, мама не спит, сестры не спят. А что, не спите до сих пор? Волнуемся за тебя. Почему? Он говорит, ты уехал, не сказал. Я говорю, а почему я должен был сказать? Он говорит, ну, позвонил бы. Я говорю, ну, у меня роминга, и зачем звонить? То есть, никуда не это все. Он говорит, да, а сказал бы, мы бы с тобой поехали бы. Я говорю, если бы хотел с кем-то поехать, я бы сообщил. И опять вот этот момент, что мне надо свои действия обязательно. А в Иордании так всегда, то есть, сильна именно семейственность, традиция? Ты очень часто говоришь, что ты обрусевший наустранец. А в чем это выражается вообще? Я умею самогон варить. У меня был когда-то самогонный аппарат. Я картошку сажал. У меня было. То есть, ты с бывшей женой, у меня бывшая жена из Курской области. И у меня был огород 45 соток. То есть, картошку, соленье, варенье. Единственное, что у меня рука не пролазит через горло, поэтому она раскладывала мне эти огурцы. я солил там рассол, все это готовил, закатывал. Теща показывала, как вот это. Это сейчас легко есть такой аппарат быстрочек и все. А если закатываешь, 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 потом триск и думаешь, ну что, минус одной балль. Я все-таки предлагаю понять, насколько ты обрусевший и насколько ты хорошо знаешь нашу душу. Ты, наверное, уже заметил, что мы, русские, верим во всевозможные приметы. О, да. Я буду называть тебе начало приметы и предлагать несколько вариантов. Готов? Да. Итак, если попрощаться через порог, то первый вариант гость вообще не уйдет. Второй вариант останетесь с друзьями навсегда. И третий вариант предстоит трудная дорога. Предстоит трудная дорога. Правильно. Знаешь, почему? Не знаю. Я знаю, что через порог вообще нельзя прощаться. Да, порог, он считается неким местом, разделяющим пространство. И зачастую это как бы нехорошее место, где могут находиться темные силы. Поэтому прощаясь через порог, здороваясь через порог, вы как бы можете нарушить свои планы, испортить дружбу. Ну, в общем, все в таком ключе. Итак, вторая примета. Что делать, если просыпалась соль? Это сахар сверху и собираешь. Нет. Первый вариант. Слизать ее с поверхности. Нет. Второй вариант. Перекинуть через левое плечо. Третий вариант. Собрать в ладошку и съесть. Нет, вот через плечо. Правильно. А знаешь, почему? Нет, не знаю. Потому что на Руси считалось, что за левым плечом находится черт. И как только ты эту соль выбрасываешь, то ты его отпугиваешь. У нас, знаете, как наподобие. Мама говорила, нельзя рассыпать соль. Если ты рассыпал соль, то ты в судном дне будешь эту соль собирать ресницами своей. Вот. Но в свое время соль-то дорогой продать. Дорогая была просто, конечно. Не дай бог, я это приставлю ресницами. Но мы, конечно, с братьями питались, тренировали этот момент. Третья примета. Что, согласно русскому поверью, произойдет, если мужчина подарит женщине желтые цветы? Расставание. Правильно. А знаешь, откуда это пошло? Тоже нет. Есть некая легенда о том, что один князь, уходя в поход, вернувшись, точнее, из похода, он решил узнать, насколько его жена была ему верна. И одна местная ведунья или колдунья, я уж там точно не знаю, сказала ему, поставь около изголовья ее постели красные розы. Если они останутся того же цвета, значит, была верна. Если нет, увы. Наутро, когда они проснулись, цветы стали желтыми. С тех пор считается, что если желтые цветы, то это к разлуке, к расставанию, потому что что-то было не так. Мне кажется, ты не просто обрусевший, ты уже практически русский. Я даже не успела назвать тебе варианты ответов. Больше всего пример, то есть можно здесь, я бы сказал, большинство примеров, не делай, а то денег не будет. Большинство примет, это правда. Если хочешь, я уже, когда вы начали задавать, мозг говорит, так, скажи, что денег не будет, если ты не знаешь. Раня, но предлагаю поговорить все-таки о деньгах, как раз-таки и о работе. Ты 12 лет занимаешься массажем, ты открыл здесь свою школу ароматерапии, открыл свой бренд, который выпускает ароматы. Почему ты сделал это именно здесь? Ведь все-таки популярность, насколько я понимаю, аромамасел и всего остального как раз-таки на Востоке. Да, да. Начало ароматерапии вообще пришло в Европу именно во времена крестовых походов. То есть у нас это всегда издревле. И здесь я начал свою практику и соответственно здесь тяжелее в этом плане в ароматерапии. Институт ароматерапии как такового отсутствует в России. То есть здесь по многим причинам. То есть Советский Союз изучение эфирных масел во время Советского Союза сводилось к их антисептическим действиям всего. То есть не было тора развития. Когда я начал 12 лет назад ароматерапии все то есть это капать в воду в камень в баню и в сан. Вот максимум. Но потом начинаешь объяснять что очень много лекарств содержит эфирное масло. Думаешь а да кстати да то есть думаешь вот стрепсел это же эвкалипти эвкалипти это эфиромасличное растение. Насколько вообще русские или россияне были готовы к тому чтобы использовать ароматерапию именно как терапию. Вы экспериментаторы это удивительный народ да если ты объяснишь аргументируешь почему это надо поэтому я это для меня сейчас в моем бренде и трудно но я не отступлю от этого потому что я работал в других брендах и все говорили по западным маркетологам нашим людям это не надо нашим людям это не надо я говорю каким вашим людям это не надо у вас не тупой народ почему объяснить человеку человек любой клиент ему нужно знать объясни я говорю я работаю с людьми если ты объяснишь почему то он с радостью поэтому вся моя продукция была опробована и испытана на людях я сделал вот этот продукт мед с эфирными маслами для русского народа для российского это новшество это то есть когда говоришь мед с эфирными маслами а куда мазать это надо есть эфирные масла надо есть да мы же укроп едим мы же петрушку едим мы же лимон корку лимона чай с лимоном я здесь научился пить а в иордании люди как-то спокойнее относятся к ароматерапии для них это прям терапия да 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 то есть это это не просто запах да то есть это сильный продукт который действительно он меняет сознание меняет подсознание действует и лечит тем более когда я начал заниматься массажем очень много знаний в ароматерапии в эфирных из-за знаний с травами то есть я знал что при коликах какие травы варить и да ну в России хорошо относятся к травам у нас потому что всегда травы относились относились да но сейчас мне кажется это к сожалению очень много утеряно утеряно а ты думал о том чтобы открыть свой бизнес в Европе вообще насколько он бы был успешным с точки зрения коммерции в Европе может быть но для меня Россия сначала потом блин и восток и потом Европа Европа там если им скажешь делай так он не будет думать он будет делать так там скучно они не думают вот сетевой маркетинг и сетевые сколько чего только не было с 93 и Гербалайф и это все то есть 10 из 10 человек которые заманивают в сетевой маркетинг минимум 4 будут думать и будут понять а почему это работает почему это делает так пойду ищу себе курсы и нахожу а в Европе если им говорили это так ну мы же сказали так все из 10 12 будут слепо верить и а здесь нет здесь думают получить образование в России это престижно? было престижно потом было не престижно а сейчас мега престижно почему? это же Россия это же Путин и все я честно говоря думала что большая часть населения все-таки едет куда-то не знаю в Эмираты учиться работать Эмираты это заработки просто Эмираты это не учеба это там подзаработать немного чтобы открыть свою поликлинику частный бизнес и так далее Ярдания маленькая страна безресурсная нефть нету газа нету очень да развито сельское хозяйство и то мы в мире на третьем месте по бедности в воде по водным ресурсам сельское хозяйство да мы можем круглый год сажать и развитый у нас регион вот среди это мертвое море да долина Иордании но воды нету поэтому а люди с высшим образованием очень много то есть у нас очень высокий процент молодежи и все с высшим образованием а какие профессии вообще популярны в Иордании в России врач а еще учителя наоборот как говорят чем в России у нас даже это есть такое а что ты не здороваешься врач что ли то есть врач он же может он же врач то есть если ты я могу нарушить правила дорожного движения и сказать я врач меня отпустит да все на родине ранее медицина развита наравне с соседним Израилем но при этом дорогая и недоступная для граждан России предусмотрена бесплатная специализированная медицинская помощь для этого необходим полис ОМС оформить который можно буквально за 10 минут через портал госуслуги для женщин доступно бесплатное ведение беременности и роды за последние два года в рамках модернизации здравоохранения построено более 80 больниц и открыто около 400 новых поликлиник Насколько денег у всех у всех есть свой дом 3-4 литр бензина полтора доллара но у всех есть машина все многие и 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 уезжают работать в Россию? Нет, в Россию не уезжают работать. Мы приехали тут учиться, да, сейчас мало, редко, когда видишь. И они ездят, кстати, не только в Эмираты, это и Катар, и Саудовская Аравия, то есть в стране Персидского залива. И этому есть объяснение было. То есть те страны, когда нашли петроль, нефть, они хотели развивать себя. То есть если в то время, когда в Саудовской Аравии вообще школ не было, в Иордане было два университета. То есть искать, где есть люди с высшим образованием, то есть это надо было, скажем так, импортная рабочая сила. Эти страны подняли люди из Египта, из Сирии, из Иордании, и палестинцы, то есть на них и поднялись. А иорданцы сами выбирают страны Персидского залива, потому что менталитет ближе? Ну, арабы. Арабы. Арабы все-таки. Это близко и недалеко. Раз мы уже начали сравнивать наши страны, я предлагаю продолжить эту тему. И меня как женщину интересует вопрос все-таки положения женщины в Иордании. Насколько я знаю, вы не совсем консервативны, несмотря на то, что у вас ислам, исламское государство. Все-таки женщине разрешено носить в том числе и короткие юбки, но они этого не делают, потому что слишком много внимания от мужчин. Это так вообще или нет? Ну, вообще-то как бы это внимание от мужчин. Попробуй, вот если это может быть русской женщине, это неприятно. Нашим женщинам попробуй не делать комплимент. Да, и что это? Ну, что, я тебе не нравлюсь, что ли? Или я некрасивая? То есть она красивая и некрасивая, делай комплимент. То есть она, если будет сомневаться в себе, если ей ничего никто не говорил, поэтому это считай, то есть наш долг. Но и к тому же для нас женщина... Я вам объясню роль женщины у нас. Женщина — это мама, женщина — это сестра, женщина — это жена, это дочь. То есть вот что значит женщина. Моя мама по телефонному звонку или моя сестра, или моя жена, или моя... То есть потому что любая женщина, она чья-то мать, или сестра, или дочь. И любая женщина по телефонному звонку может поднять до 100 человек вот за секунду. То есть это моя мама, если позвонить, скажет, там, срочно собери всех и приезжай, ее брат не будет спрашивать, почему. Все. Соберет всех и приедут. В семье женщина главное. А на людях? Это софт-пауэр, это мягкая сила. Мой папа знает, что у моей мамы... Это вам кажется, что мы управляем. Это днем, типа, вот на людях. А в комнате, в спальне она управляет. То, что вот ему сказано ночью, он делает днем. Ну, насколько я знаю, у вас по-прежнему разрешено многоженство, но нельзя иметь больше четырех жен. Да, одновременно. При этом ты должен еще доказать, что ты можешь содержать всех этих женщин. Да, это ты должен, да, содержать. А сколько вообще в среднем, ну, так вот, обходится жена мужчине? Вообще? Дорого. Любая. Жена. Рубка, арабка, неважно. Жена обходится очень дорого. Но у нас жениться в Иордании это очень дорого. Очень дорого, потому что ты должен покупать еще с этими ценами, которые сейчас... Но давай посчитаем все-таки, вот, например, сколько обходится... У тебя есть русская жена и, например, арабская. Я женился в 98-м году. Мне вся эта обошлась в 300 долларов. Это на себя изверимо. То есть мой брат, когда женился, ему обошлось это 100 тысяч динаров, это 150 тысяч долларов. А я за 300 долларов. И то это билеты, потому что я ехал в Москву из Курска, легализовал вот этот перевод паспорта и свидетельство, что я не женат в Иордане. То есть это билет на поезд и так далее. И все. А свадьбу мы играли, что у нас картошка была из деревни, самогонь из деревни. То есть все. А в Курской области мяца вообще в 98-м году... Да, в 97-м я женился. Вообще, то есть... Обратно что потратилось? Подожди, 150 тысяч. Во-первых, ты должен пригласить людей. А семьи большие. Ты не можешь не пригласить дядю, тетю. А у каждого по 7-6 детей. Их надо... Заль большой. Золото невесте надо купить. Приданной купить. То есть это все. То есть ее... Одеть ее. Одеть ее подруг. Одеть себя. Одеть своих друзей. Обставить дом, квартиру. Вот это все. Русская жена не попросила ее одеть. Она ко мне привела, а я к ней. Она все всегда... Вот она говорит, ты приехала... Я жил в общежитии, и у меня была птичка. Она говорит, он ко мне приехал с птичкой. В цифрах. Вот ежемесячно мужчина в Иордании сколько тратит денег на женщину? Что там, не знаю, маникюр, педикюр. Сложный вопрос для меня сейчас, потому что очень давно там не живу. Но вот эти услуги, они не дешевы в Иордании. Это раз. И второе. Там женщины ухаживают за собой. То есть вот, допустим, отличия. Я никогда не видел маму, не причесанная, в домашнем халате. То есть она дома всегда в идеальном состоянии. То есть это всегда, потому что всегда есть вероятность, что муж женится на второй. Поэтому не дать ему вот этот возможность. Поэтому надо всегда быть в хорошем. И ты не знаешь, когда приедет к тебе вдруг, может приехать к тебе гость. То есть сестра, мама, она приедет без предупреждений. Вот. Поэтому всегда нужно быть одетой. По ценам, которые я помню, это минимум будет обходиться 200-300 динаров в месяц. Это то, что женщина... Это сколько в рублях? Это 500-700 долларов. Это только салоны. У нас никто дома, даже парни не бреются, не стригутся. То есть это все, это салон. Но женщины работают у нас. Сейчас все, многие работают. Но при этом красоту оплачивает мужчина. А все должен оплачивать мужчина. А насколько строго вообще относятся к законам и к штрафам в Иордании? Все-таки страна исламская. Да. Да, строго. У меня в этом отношении строго. А в чем выражается? Все, закон есть закон. То есть какие-то большие штрафы? Большие штрафы. Большие штрафы. То есть за это, за курение в общественном месте, это 200 динаров, это 300 долларов. То есть для Иордании, когда у тебя зарплата 200 динаров, это месяц, то есть это все. Везде штрафы. Штрафы, камеры у нас ловят на все в Иордании. Вот интересно. Я когда рассказываю про Иорданию, говорю у нас. А когда в Иордании рассказываю про Россию, я говорю у нас. Ловят на ремень, телефон, скорость, светофоры, разметка, то есть все фоткают. Там сейчас в порядке вообще дорожное движение? Потому что раньше был хаос. И хаос он и сейчас, потому что очень много машин, не развит общественный транспорт, то есть общественный транспорт, который у нас, он наземний. То есть как развивать, как пересадить людей на общественный транспорт, если он наземний. Питаются делать как линии легкого метро, но опять, мне кажется, это мафия транспортная не позволит. Посмотрим. А если говорить о еде, вот я когда была в Иордании, я, честно говоря, из того, что я помню, вкусная пахлава, как у нас говорят, у вас называется баклавана, шаурма, а какие-то еще национальные блюда, я, честно говоря, не знаю. У нас очень веселая кухня. Не скучная. В чем выражается веселье? Разноцветная. Морковки, да? Нет, не только морковки. Она должна быть, то есть мы используем приправу. Приправы, они подчеркивают, но не закрывают. Помню, когда первый раз мне вообще это приготовило. А корочок я ем, я любил острое, но я его не мог есть. Я говорю, что он такой острый? Говорит, ну ты же любишь приправы. Я говорю, да, приправы, но там тонна перца красного чили. А что из русской кухни тебе нравится? Оливье, винегрет. Я очень люблю вот эти яркие. квашеную капусту, сам квашу, не могу, чтобы у меня не было в холодильнике квашеную капусту. Очень люблю. Потому что люблю котлеты. А для пекистоловских, чтобы вот это редко кто умеет их готовить. Раня, ну котлеты я тебе не обещаю, но предлагаю все-таки попробовать традиционное русское блюдо и постараться его угадать. Ты готов? Да, давайте попробуем. В этом сезоне я угощаю всех своих гостей традиционными русскими блюдами и стараюсь их удивить. Раня, ты готов удивиться? Готов. Отлично. Надевай маску. Так, не подсматриваешь? Не подсматриваю. Я честно ничего не говорю. Так, давай руку. Держи ложку. Так, ложку. Давай левую. Держи тарелку. Ага. Бери. Так. Сосновые шишки. Правильно. Можешь посмотреть. Я ловлю. Ты пробовал уже это? Да. Ну и как тебе? О, я люблю. Варенье сам варю. Из шишек? Нет, из шишек нет, но это я знаю. Меня угощают. А ты знаешь вообще, откуда произошло это варенье? Север. Сибирь. Да, его обычно делали знахари от лечения разного рода недугов. А потом это ушло в народ. Рани, хочу поговорить с тобой немного о личном. Мы уже немного затронули эту тему, но предлагаю все-таки развернуть ее чуть более подробно. Хорошо. Ты был женат на русской женщине. Да. И расскажи, чем все-таки русская женщина отличается от арабской? Как я уже сказал, что арабская женщина знает, что за ней стоит семья, то есть братья и так далее, родственники, роды и так далее. Здесь русской женщине приходится самой все, потому что была революция, была Великая Отечественная война, потом много войн, Афганская война. Вот этот период времени, который переживала Россия, заставила женщину работать на себя, скажем так, полагаться только на себя. Поэтому женщина здесь действительно приходится трудно, потому что знает за собой это все. Не от того, что нет мужчин. Мужчины есть, я знаю очень много крутых мужчин, у меня друзья, очень крутые ребята. Но много было утеряно. И для русской женщины, если изба не горит, надо поджечь, коня выгнать. И надо, то есть я сама. То есть, когда приходит ко мне моя клиентка, я вот, да, зимой, да, снимает пальто, вот же, я говорю, давайте, она говорит, я сама. И здесь уже приходит, я говорю, я знаю, что ты можешь, но здесь я мужчина, давай. Вы очень женственные, очень красивые, очень, то есть, женщина, русская женщина, очень ухаживает за собой, да, то есть, вот это мусорное ведро вынести, надо одеться. Вот чем еще отличается, да, вот, что вы на улицу, на люди краситесь обязательно, дома среди своих можете, с одной стороны, да, и попроще, ну, дома, да, но у нас нет, нас надо и там, и там надо. У меня осталось три вопроса, которые я задаю каждому своему гостю. Постарайся отвечать максимально коротко. Хорошо. Главный стереотип иностранца о России? Алкоголь, водка. Что для тебя патриотизм? Любить землю, любить то место, та земля, которая тебе дала образование, то есть, то, что, где ты пьешь эту воду, где ты дышишь этот кислород, ты можешь любить патриотизм, то ты любишь землю, не государство, не правители, а землю. три главных качества русской души. веселая душа, веселая душа, преданная душа. То есть, если русский человек, важно, мужчина, женщина тебя полюбит, он тебя... здесь вы не... у вас нет середины, или вы любите, или ненавидите, нет у вас со-со, напополам. И вы очень хорошие друзья. Очень хорошие друзья. С вами очень, очень хорошо дружить. Спасибо тебе большое. Спасибо. Мне кажется, получилось круто. Спасибо огромное. Спасибо. Это проект «Мы и они», и я его автор Мария Шахла. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. И помните, хорошо там, где мы есть. Субтитры сделал DimaTorzok